Друзья, я нахожусь у метро Парк Культуры, а впереди через дорогу вы видите этот знаменитый музей Москвы, где раньше находились парвианские склады, а теперь проходит Мосвинтаж. И сейчас мы туда пойдём, дорогие друзья. Пришла в первый день Мосвинтажа, ну вот, и народу, как видите, очень много. Это чьи розовые походы? Это Германия. Да, Германия. И тарелки всё. Это Англия и Германия. Тоже розовые, ну а как вот? Вот этот. А, может, и да. А вон с одной, это Германия. Да, да. Я смотрю, что они рисуют, скажем, и тот же. Про китайские? Я к этому разговариваю. Посмотрите, какие красивые. Дрюмки, бокалы. Цветное стекло. А вот этот петушок, это петушок, просто вообще какой-то не поморочительный. Посмотрите, какая красота. Да, вот сюда можно просто даже прийти всё полюбоваться. Эти кадры из обзора моего, одного из последних моих обзоров, моего любимого блошиного рынка, который располагался на территории музея Москвы. Я его помню, наверное, уже около пяти лет, но он был уже и до этого. Тогда он, правда, не назывался Мосвинтаж. Огромная территория, огромные светлые окна. И вот блошинный рынок старины Мосвинтаж в начале мая, а точнее 6 мая, переехал в новое помещение на площадку старинного винного хранилища в артпространство. Винзавод, который располагается у метро Курская, Чкаловская. Ну, теперь можно прийти и туда. Но по съёмкам, которые мне предоставили другие блогеры, можно посмотреть и увидеть, рассмотреть новую территорию. А вот что пишут в своих комментариях те, кто уже посетил в первые дни Мосвинтаж. «Была в первый день. Темно, тесно, толпа народа. Интересующих меня категорий товаров не было. В основном представлены бижутерия, посуда, винил. Ничего не купила. Ужасно темно было вчера. Может, сегодня хоть что-то исправили. В помещении холодно, темно. Негде присесть. Даже стакан кофе негде поставить. Нет продавцов земли. Увы, и места для них нет. Надеюсь, после выборов мероприятие вернётся в музей Москвы». График работы Мосвинтажа с 6 по 9 мая с 11 до 21.00. Зал находится внизу старого корпуса. Вход под большим бирюзовым навесом в глубине. Рядом с площадкой Липпинг-понга. Ну что ж, придётся привыкать и приспосабливаться. Ну, а я с вами, друзья, прощаюсь. Желаю вам всего самого интересного, хорошего. Поздравляю вас с наступающим праздником 9 мая. Надеюсь, что вы подберёте для себя любимые площадки и будете продолжать покупать и коллекционировать. До встречи, мои дорогие друзья! Субтитры создавал DimaTorzok